Здоровки, Омега! Рад приветствовать тебя на канале Омегон! И сегодня у нас реакция на глобальную оккультную коалицию убийцей аномалий. Погнали посмотрим! Хотите узнать больше? Являетесь ли вы новобранцем отдела физикс? Адептом ли одной из наших 108 организаций участниц? Сторонним ли наблюдателем или просто заинтересованным гражданским? Вы здесь, потому что вас затронула продолжающаяся борьба человечества за свое выживание и процветание в мире, в котором сверхъестественное является вполне реальным. Вы здесь, чтобы помочь нашему виду в его бесконечной войне против тьмы. Вам, я говорю, добро пожаловать. Если же вы из тех, кто желает принести вред человечеству, я скажу вам. От любого врага глобальная оккультная коалиция готова защищать человечество. Учит оно того или нет? Опа-опа. Опа-опа. Палачи аномального мира. Вот как я бы их кратко обозвал. Их цель состоит не в содержании и изучении аномальных объектов, как это делает фонд. Их цель состоит в защите человечества путем уничтожения аномальных угроз. Глобальная оккультная коалиция была создана странами антигитлеровской коалиции после Второй мировой войны. Она собрала в себя всех – оккультистов, экстрасенсов, священнослужителей и ученых. Со временем в нее входило все больше стран, пока ГОК не стала той организацией, которой она является на данный момент. Если судить по краткому описанию, которое хранится в базе фонда, то ГОК в значительной степени является политической силой и считает себя полицией паранормального мира. Они гордятся тем, что уничтожают сверхъестественных существ, при этом используя новейшие экспериментальные технологии, полученные от своих покровителей. Ими было уничтожено множество потенциальных SCP-объектов, прежде чем фонд успевал захватить и поставить их на содержание. У ГОК о фонде схожа, но все же немного другое мнение. Для коалиции фонд – загадочная организация, взгляды которой они не поддерживают, хоть и видят их цель сходной второй миссии ГОК. Про миссии и прочее я расскажу самую малость позже. И хоть между фондом и коалицией нет никаких официальных дипломатических отношений, однако эти две организации провели ряд неофициальных совместных операций, а также заключили ряд неофициальных соглашений, позволяющих сгладить отношения. В инструкции к фонду четко сказано, что оперативники фонда должны быть рассмотрены как вероятные угрожающие сущности. Уровень контрмер – 0-3 в зависимости от враждебности. Приоритетной задачей оперативников является уничтожение любых угрожающих сущностей, прежде чем они будут захвачены фондом. Я упоминал о миссиях коалиции, так что стоит о них сейчас рассказать. Итак, коалиция имеет так называемую пятеричную миссию, которая представляет собой пять главных правил, по которым и существует ГОК. Первая миссия – выживание. Глобальная оккультная коалиция будет оберегать выживание человечества от всех паранормальных, паранаучных и паратемпоральных угроз. Это ее наивысшая миссия, превосходящая все остальные. Вторая миссия – сокрытие. Поскольку установлено, что знание о вездесущей опасности пара угроз может привести к массовой панике и многочисленным жертвам среди человеческой популяции, глобальная оккультная коалиция должна скрывать существование указанных пара угроз от широкой общественности. Третья миссия – защита. Хотя этим и можно пожертвовать в целых выполнение первой миссии. Жизнь отдельного человека, в том числе оперативников ГОК, должна быть защищена, если это возможно, и побочные потери должны быть сведены к минимуму. Четвертая миссия – уничтожение. Существование пара угроз само по себе является проклятием для человечества, посему не следует брать на себя никаких ненужных рисков в виде содержания и хранения указанных пара угроз. Если это возможно, пара угрозы должны быть уничтожены незамедлительно. Пятая миссия – обучение. Глобальная оккультная коалиция прилагает все усилия, чтобы расширить базу знаний о пара угрозах. Пока читаю, думаю, а если 682-го закинуть ГОКу? Они же как бы все уничтожают. А эта ящерка, она как бы, ну, трудноуничтожимая. Хм. Текущий генеральный директор глобальной... Но они же справятся же, явно должны справиться. ...оккультная коалиция – это женщина под псевдонимом ДК Альфине. О ней известно лишь, что она европейского происхождения, возраст и национальность засекречены в соответствии с актом об информационной конфиденциальности. У нее есть заместители по имени Селеста и Оуд, он же Тарик Ахмед Халид. Селеста происходит из французского отделения, Оуд же из афганского. Структура ГОК не совсем похожа на структуру фонда. Сейчас я о ней подробнее расскажу. Верховное командование координирует, направляет и руководит остальной организацией. Включает в себя подсекретариат, кабинет заместителя генерального секретаря ООН по оккультной безопасности, считается частью ООН. Нексус обеспечивает и направляет сеть командных центров для координации и поддержки локальных операций. Отдел Физикс. Силовая ветвь ГОК, эквивалентная миротворческим силам ООН, выполняет задачи по исследованию, обнаружению и захвату, нейтрализации угрожающих сущностей. Они наподобие отрядов МТФ, но только слабее, как во мне. Состоят из аналитических групп, ответственных за обнаружение и исследование пароугроз, и ударных групп, осуществляющих захват или уничтожение пароугроз. Отдел Фич. Дипломатическая ветвь ГОК, выполняет задачи по взаимодействию с паранормальным сообществом и поддержанию мира между человечеством и оккультными силами. Особые наблюдатели. Состоит из агенты ГОК, занимающиеся мониторингом научных, археологических и других исследований на предмет обнаружения всевозможных пароугроз. И посольств, которые поддерживают дипломатические контакты с невраждебными оккультными силами. Отдел Птолемей. Вспомогательная ветвь ГОК, выполняет задачи по снабжению других отделов ГОК и поддержанию бесперебойной работы организации. Состоит из отдела снабжения, логистика и снабжения, распределение всевозможных материальных благ. От оружия и брони до продуктов питания, поставки их в учреждения ГОК. Научно-исследовательский отдел координирует исследования новых технологий организациями-участницами Совета 108, направляют и спонсируют новые исследования и разработки. Я упоминал еще так называемый Совет 108. Это руководящий орган Глобальной Окультной Коалиции. Состоит из представителей 108 наиболее могущественных и оккультных организаций. Особенно необычный дядька с сигарой в зубах. ...число которых входит. Общество Баварских Иллюминатов. Организация, основанная в 1776 году, чтобы противостоять суевериям и защищать права человека. Одно из самых могущественных мировых... Наслышан, наслышан про Иллюминатов, но мало о них знают. ...тайных обществ. Главная опора Глобальной Окультной Коалиции. Международный Центр Исследований Единой Таумологии. Основанная остатками Святого Ордена Золотой Зари. Своё нынешнее название организация получила после разработки теории общей таумологии Джорджем С. Карвером в 1913 году. Центр способствует изучению общей таумологии, научное изучение колдовства и магии. И в настоящее время является крупнейшим магическим колледжем в современном мире. Имеющим кампусы во всех странах участницах ГОП. В том числе Японии, США, Южной Африки и Индии. Штаб-квартира организации находится в Лондоне. Святой Орден Тамплиеров. Реформированный. Первоначально основанный в 1119 году. Я вообще, честно сразу признаюсь, я о Тамплиерах узнал только в Ассасинскрит. Я не знал раньше, кто такие Тамплиеры вообще, в принципе. Клянусь, я вот реально не знал. В 1312 году под названием «Бедные рыцари Христа и Храма Соломона». Орден был расформирован в 1312 году буллой папы Климента, Воксин Экселсор. И оставался в подполье до начала Второй мировой войны, в 1939 году. Тогда-то он и стал одной из главных сил, противостоявших Ахненебре Аскуракорпс. В 7-й оккультной войне. Тамплиеры в настоящее время действуют в основном в качестве капелланов и священников. В плане военного дела их вытеснил отдел физикс. Служители кремниевых норм. Трансгуманистическая организация, посвятившая себя обслуживанию и поклонению трём сверхмощным разумным суперкомпьютерам, названным Урт, Верданди и Скульт, в честь трёх норм скандинавской мифологии. Служители считают, что наивысшей целью человечества является достижение технологической сингулярности, которая приведёт к рождению истинной кремниевой богини. Сверхразумного гиперинтеллекта, который поведёт человечество к следующему этапу его эволюционного пути. Учёные объединённой церкви сатаны. Будучи приверженцами лавеевского сатанизма, сатанинские учёные убеждены в превосходстве человеческой воли над всеми ложными богами. И враждебно относятся ко всем и каждому божеству. Если бог существует, заявляют они, человечество обязано убить его. Всемирная организация параздоровья. Подразделение Всемирной организации здравоохранения, созданное для борьбы с паранормальными заболеваниями, такими как гемоваризм, вампиризм и трансформирующая ликантропия. И на этой ноте я загрузился сейчас. Пагог выйдет ещё... Эх, ребята, если бы вам пришлось бы бороться с миром тьмы... У-ху-ху! ...как минимум одна часть, в которой я расскажу поподробнее о её отличительных чертах. Если хочешь, чтобы вторая часть вышла как можно быстрее, то пиши комменты и ставь лайк под видео. Спасибо за просмотр. Интересно, а... Они не занимаются зомби? Ну, типа, вампирами и... Оборотнями занимаются. А как же зомби? Ну так, просто для общего моего понимания. Ну ладно. Ну ладно. Достаточно... Достаточно понятно и достаточно интересно, кстати, про... Рассказано про ГОК, но... Про ГОК я, по-моему, вроде бы у... Протоколов ещё видел, либо смотрел. Там более было как-то по-другому объяснено, но в принципе... В принципе, в принципе, в принципе, в принципе, вот... У данного автора мне более... Более прям как-то понравилось. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.